Ну я пришел сюда посмотреть, в дню гибели. Смотрю, потом Валя Ибрагимова, Валентина Салиховна звонит. Ты говоришь, видел? Я говорю, видел. То, что на входе в парк появились две мемориальные доски, почетный шахтер Черногорска Юрий Кондрашов увидел 10 числа, когда пришел возложить цветы к памятнику. Эта дата святая для всех черногорцев. 10 февраля 31 года на одной из шахт произошел взрыв, в результате которого погибли 109, а по неофициальным данным 118 человек. Но на досках указана совсем другая дата и другая причина случившегося. Ушел вешать мемориальный, тем более культурный место, как надо правду людям доносить. Молодежь, уже стариков-то нет, которые были. А молодежь, а молодежь воспитывать надо на правде, чтобы знали они. Трагедия 10 февраля – крупнейшая в истории угледобычи не только Черногорска, но всей Хакасии. Рассказ о ней передается из поколения в поколение, и все, кто связан с отраслью, считают своим долгом приходить в парк шахтерской славы дважды в год, на 10 февраля и в День шахтера. В 1931 году, когда Черногорск еще был поселком Черногорские копии, на шахте номер 8 произошел взрыв. Спасти удалось немногих. В то время ближайшие спасатели были в Анжаросуджинске, а местные кадры не владели навыками подобных работ. Тем ужаснее было слышать стоны людей из-под земли. После взрыва возник пожар, который не оставил шансов бригадам добровольцев добраться до всех раненых. Потребовался месяц, чтобы достать всех погибших на поверхность и похоронить. Расследование показало, причиной трагедии стала халатность и соблюдение техники безопасности. В шахте было много угольной пыли, а рабочие могли позволить себе закурить или даже развести костер. Тем удивительнее сегодня получать другую информацию о случившемся. Эта информация есть. У нас все материалы сохранились. Вы откройте Википедию, интернет, и там будет точно указана дата 10 февраля 1931 года. И даже время 21.40, когда прогремел этот взрыв. Я не знаю, и причины расследования, если мы почитаем сейчас документы, все же было расследовано специальной комиссией. И она не установила никакой диверсии, а именно халатные отношения рабочих и руководства, изрыв угольной пыли. Возмущенные члены Совета ветеранов-шахтеров обратились в администрацию, но там заявили о своей непричастности к некрасивой ошибке. Парк шахтерской славы – культурный памятник регионального значения, то есть за него отвечает Министерство культуры. Его вины в случившемся тоже нет. По регламенту ведомство пользовалось данными из реестра культурных памятников, которые вносились еще в 1980 году Красноярским Советом народных депутатов. В приложении номер один к названному решению исполкома Крайсовета в списке исторических памятников числится объект культурного наследия – братская могила 89 шахтеров, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году. В министерстве утверждают, по документам никакой ошибки нет, но с этим категорически не согласны жители Черногорска. Ветераны-шахтеры собираются добиваться своего и не исключают, что подадут жалобу в прокуратуру.